К поездке в Новороссийск на международный слёт Академии детской дипломатии ребята из школы номер 57 готовятся серьёзно. Работают в музейных фондах, ищут неизвестные факты о жизни защитников Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Каждый из четырёх учеников готовит свой научно-исследовательский доклад. Я бывал на 35-й батарее, там интересовался участниками обороны 35-й батареи. Как они разделялись по национальным признакам. То есть, каких народностей было больше, каких меньше, кто присутствовал вообще, кто командовал. Есть и необычные, почти не военные темы. Например, судьбы севастопольских писателей и поэтов на фронте. Это интересная тема, и по этой теме можно рассуждать, какие писатели больше интересны другим людям, и как они участвовали в войне, как они справлялись с такой работой писателя во время военных действий. Для школы номер 57 – это 10-й юбилейный слёт. Это очень важно для воспитания детей. Осознать значимость истории, небольшой, но очень яркой истории города, героя Севастополя. Осознать, что ты частица этого героического прошлого, и должно быть героическое настоящее. Не обязательно воевать, да? А героизм – это бороться с равнодушием, с безобразием, безграмотностью, необразованностью. Вместе с ребятами поедет председатель Совета ветеранов сухопутных войск, с которым давно сотрудничает школа. Делегация везёт с собой книги севастопольских писателей об истории города, памятную медаль для Новороссийского крейсера-музея «Кутузов». Екатерина Борисовна Алтабаева дала нам свои книги для того, чтобы мы вручили их и губернатору, потому что это на его уровне проходит там мероприятие, и непосредственно той школе, при которой будет организован весь вот этот приём. Мы везём достаточно много и информации, и таких вот подарков, которые оставят в памяти и сохранят, что да, это были севастопольцы. В Новороссийск ребята уезжают 14 сентября. Людмила Замятина, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.